Итальянская выпечка одна из самых вкусных и ароматных, и чиабатта лучшие тому доказательства. Ну а если приготовить этот замечательный хлеб с сыром, то получить вообще шикарно. Как и многие итальянские блюда, чиабатта обладает уникальным, ни с чем не сравнимым вкусом, а готовится при этом довольно просто. Традиционно этот хлеб делают без каких-либо наполнителей, но так как я очень сильно люблю сыр, то решила добавить его и в эту замечательную выпечку, и сейчас я поделюсь с вами рецептом приготовления чиабатты с сыром. Поверьте, мое небольшое нововведение ничуть не испортило вкус итальянского блюда, на мой взгляд, даже наоборот улучшило его, и если вы не поленитесь потратить пару часиков на приготовление этого потрясающего хлеба, то в итоге будете вознаграждены, потому что такую выпечку вы не купите в магазине, а раз все нужные ингредиенты у нас под рукой, и теперь вы знаете, как сделать чиабатту с сыром в домашних условиях, тогда давайте приступим к делу. Список ингредиентов в конце видео. Просеиваем муку в глубокую миску, смешиваем ее с дрожжами и солью, добавляем воду и оливковое масло, из этих ингредиентов замешиваем тесто, оно получится довольно липкое и не очень густое, нам главное придать ему однородную консистенцию, накрываем миску с тестом полотенцем и ставим в тепло на полтора-два часа. Посыпаем рабочую поверхность мюка и выкладываем на нее тесто, разделяем его на два части, каждую часть мы разминаем руками в прямоугольник, затем складываем его края друг на друга, опять разминаем и складываем края, теперь аккуратно формируем из теста два буханки и выкладываем их на противень, оставляем на полчасика растаиваться. И готовим тем временем посыпку, трем сыр на мелкой терке, смешиваем его с измельченным чесноком и зеленью. Обильно посыпаем этой смесью поверхность чаббат. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем 25-35 минут, в зависимости от мощности вашей плиты. Готовые чаббаты извлекаем из плиты и выкладываем на решетку остывать, затем нарезаем на ломтики. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Мюка пшеничная, 400-450 грамм, вода, 300 мл, дрожжи сухие, 1-1 грамм, масло оливковое, 2-3 столовые ложек, соль, 1 чайная ложка, сыр твердый, 70 грамм, чеснок, 2-3 зубчиков, зелень сушеная, 1-2 чайных ложек, количество порций, 2. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Надеюсь на скорую встречу на канале.